А почему именно так? Потому что только в эксперименте рождается истина, а истина как известно. Субтитры создавал DimaTorzok Саня, а че ты так выглядела? Это новая школьная форма будущего? Нет, это когда все брюки на интересном месте перед выступлением порвались. Выход из любой сниженной ситуации. Ты говорила, что я сатландская юбка. Говорим, это ты где-то здесь. И мы должны быть в такую команду, для которой должно возникнуть желание. Дать вам первое место! Нет, Влада, дайте шибак! Каждому! Дать каждому путевки на гавайи! Дать каждым по шутке! Дать каждому по шее! И все! Надь, у гаманщика должно быть доброе сердце! И чистые руки! Ну, я же говорил, что мы что-то забыли помыть перед этим. И, Влад, солнышко, подумай о чем-нибудь хорошем. А как я думаю, что давайте не будем забывать видеть нашего прелищия прекрасного далека! Слышу голос из прекрасного далека! Я только слышу, что у нас на это льда. Тебя это беспокоит? Мы не хотели бы об этом поговорить. Да ну-ка! А кто может с полной уверенностью сказать, что далек, то есть в будущем, у нас будет прекрасно! Ой, не заморачивайся! У нас все будет окей! А о чем это ты? О прекрасном! А в школе интересно, какие звонки с урока на урок будут звенеть? Примерно таким! Ха-ха! 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 Да! Точно-точно! Ведь в будущем мы выйдем и сами будем решать, какие звонки давать. А я думаю, звонков вообще не будет. А почему? И в школах как таковых тоже. Мы будем все учиться, не выходя из дома. Все модернизируется. Обинтернечивается. И учеба будет выглядеть, например, так. Проснулся, очевать сумасто не обязательно. Склочил, что держит сок или чай, или чай. Чашечку-профир. И дубка. Да? На первый урок. А училка им пишет тебе, мол, почему опоздал на 20 минут. А ты и отвечаешь, я вчера в контакте до двух часов ночи уроки делал. С друзьями. Да, прикольно. Учеников, я думаю, такой раз надо устроить. Но вот учителя. А что учителя? Да, ради бога, у них там документация всякая. Да замолчи ты! И что-то еще. А сама не знаю, чему. А учителя на страничке билет, на сайте одноклассников, всем онлайн, на медсовете наши успехи суждают. Вот так. Жаба им первым. Валины. Запалил Иван-Царевич царевну лягушку на шубе. Коли, жаба, откуда ваш шубин взяла? Зублин. Три года я так скажу, пока ты шашлык на бережку из котлятеньких. За лягушкой кушал. Если через три дня не будешь с новой дубленки, то ищи меня в контакте в пассе Бессмертного, друзья. А я не гадок, я в санер. И вообще, возьмите меня в КВР. А что же ты такого, прямо такого умеешь делать? Ну, я все-таки знаю. Мой любимый учитель. Классно, учитель. Граната идет. Дети, полезен, граната в лесок. Ужас, и где только такому учат? Учиться это вообще хорошо. Это нужно каждому. Ага, в жизни пригодится. Вообще-то я учиться люблю. Бывает, в детстве, в школу, всякий в запах, приготовишься и учишь соседей. Думанную соседу мысль прочишь, то он тебе. А тут соседка дискуссией заинтересовалась. И такое получается... Простите, а это не больно? Да что вы, тюк, и все. Ну, да какой тюк? Какая дискуссия? У нас нет этого сценария. Правильно. Когда тебя тюк, ты уже никакой. А вы не переживайте, я еще и петь умею. Ноги налево, мозги направо. Уров физкультуры меняет. Жам-бам-бам-бам-бум! Это нау-у-у! Чем это тебе? На физкультуре не угодили. Вот на ней он не угодил. Прямо из вулк. Откуда у нас в спортзале верст? А что нету? Вот и я продолжаю. Вайдаль и в спортзале гораздо интеллигентнее выглядят. И силы. Точно! А как я танцую, то ли с отдыхаем. Волочкова планица. И на октане помещается и живите. Эх, яблочка! Уже на вкус она. Вот на тетенька жули. Спокойно жуть, мадам. Все, хватит. Только этого шедевра нам очень не хватало. Берем, сколько вы от тебя, с песен, с датсами. Ну, спасибо, ребят. Теперь я понимаю, почему некоторые учителя на уроках так кипятятся. Почему? Парочка таких, как Рот, любого доведут до высшей точки кипения. Вы все еще кипятились? Тогда мы ждем вас! Говорят, что улыбаться можно часто не смеяться. И когда вам очень грустно, Мы просто будем угрожать. Все в тени сходы, в тени сжим. И давайте чаще всем спешить. И когда полно проблем, Всем поможет! Поможет! Все в тени сжим. и писал, о том, что сердце пригонилось, о том, что сам не понимал. О, КВН, сейчас имею лишь одно предметы, всю душу посвятить тебе, и больше никому на свете. А еще у меня есть мой друг, феномен, он очень бесный. О, люди, посмотрите на этого чудака, что говорит дело с человеком, что он говорит. Все, наша команда, я этого не буду. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 и чистые руки, у нас всё в порядке, играем с чистыми руками, холодной головой, горячим сердцем. Итак, какая у нас тема? Города прощли чего. И что это значит городок нашли чего? Ничего что? Из-за чего ничего? И вообще, куда всё пропало? Что пропало? Ура, горячим! Покойтесь! У меня были элементарные вещи. В каждом городе должны быть улицы. Итак, улица первая, романтичная. Романтика, 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 романтика! Людка, а Людка, а ты что с вами вечером делаешь? Ху-ху-ху! Мотоцикл, что Людка. Какой мотоцикл? Мотоцикл, то что на пять гаражей стоит. Ааа, а я тут только в кино пригласить. Ой, на пыль буду валяй приглашать! Сегодня вечером в кино видел? Время! Ну почему? Ну мотоцикл не доделали! Время! Девчонки, а Денька! Дим, а Дим, тебя когда-нибудь приглашают на белые танцы? Не знаю, я с Дальтоси. Настя, а Настя, о чем она такая задумалась? Я вспоминаю, в наш первый класс такие маленькие и хорошие с ними были. А ты, даже если прочее, был меня влюблён. Всё время дёргал меня за космички. Предлагался, что Настенько знал, что когда мальчик дёргал девочку за космички, то это значит, что Настенько радовалось всем. Поэтому я поломаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажи мне, мой милый Толик, что такое, по-твоему, внешнее тестирование? Понимаешь? Внешнее тестирование — это нечто среднее между агубедейкой и единственной экстрасенкой. Ну молодёжь пошла у нас? Чему нас столько учат? Чему надо, тому и учат. Между прочим, наши учителя из-за Учин тоже маленькими были? Не может быть. ДА-ДА-ДА, вот какой учитель у тебя самый любимый? Учитель физики. Он столько интересного знает. А ты знаешь, что в детстве любили учителя физики? Нет. Училия физики в детстве очень любили бездомных котят. Увидав, что лава на улице дикого котенка, приласкают, обоклеют, накормят молочком и давай физику объяснять. Морога, ребята, выпивали хорошо, а вот физику мы с вами вали плохо, особенно в марте. А вот маленькие заучи из детства отличались по большинству ответственности и принципиальности. Маленькие заучи очень любили проверять журналы. Сначала они проверяли журналы мординка и веселые картинки. А когда они выросли, им стали для меня проверять другие журналы, как «Слабор», «Караван история» и другие плохой журналы. Для того, чтобы не потерять эту привычку, им пришлось стать жалчем. Толь, что с тобой? Ненавижу в детстве. Почему? Хорошо живёт он в детстве. Уронили мишку нахуй, оторвали мишки лапы, всё равно его не брошут. Как соседка — дай ту Лёшу. Собилки, да, 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 но когда-то в меня пилки выкричал, Собилки, а когда-то в билки, сочиняя, я не мог хоть иногда. Единственная! И я! Не понимай меня! Видишь, радость не блеща? Проще праздника душа! Саш, а Саш, нашим опять девчонок за садик? Нужно как-то приплезнуть. Я развожу только крошек. Как? Три штуки на литр воды. Что ты несешь? Вот и я о том же. Скоро у нас и носить будет нечего. Будет как в Африке. А при чем тут Африка? Там жарко, и все хоть раздельно. И кушают бананы. Вот и я о том же. Здесь с нашим клипсом. Скоро придется выбирать. То ли покупать одежду, то ли покупать бананы. Будешь есть бананы, носить будет нечего. И будет холодно. Что за носки пиземиста в голодке? Ведь в каком городе мы живем? В Одессе. А Одесса, говорят, гулянки и звезды. Одесса юморские селья. Все одессит хатричь и смей. У нас смешное исключение. Ищите улыбку. Целите улыбку. Дарите улыбку друзьям. Любите улыбку. Охраните улыбку. Нам жить без улыбки нельзя. Получился вот такой улыбок. И разыграние в песне, а это все для вас. Ищите улыбку. Ищите улыбку.